День студента Ну что, Леша, сегодня у тебя первый твой эфир. Расскажи, пожалуйста, как твои впечатления? Волнуешься ли ты? На самом деле я не очень волнуюсь, потому что у меня уже был опыт выступления на сцене, а когда ты выступаешь на сцене, ты более раскрепощенный. И теперь мне просто любопытно и интересно, каково это выступать перед камерой. И я перед камерой немного волнуюсь, да. Ну ничего, мне кажется, ты довольно-таки опытный в этом деле, поэтому твой опыт сегодня тебе обязательно поможет. И мне кажется, что мы со всем справимся. Все пройдет хорошо. Я тоже так думаю. Вот совсем-таки недавно прошел Новый год, и мне кажется, у всех еще осталось это впечатление Нового года, потому что у нас были долгие выходные. И хочется тебе небольшой секрет раскрыть. Мы готовили видеопоздравления от нашей студенческой организации Студлайн и снимали видеоролик, где сами записали рэп. Молодец. Ну что ж, давайте тогда вновь восполним наши сердца тем новогодним настроением. И видео Анны нам это поможет. С Новым годом мы поздравляем вас. Громкий звук курантов и взрывы хлопушек. Не обошлось без ярких на елках игрушек. Залетим на бит над волковой рекой. На светлом берегу живем мы одной семьей. Быки не печали, это все долой. Родина Чапаева, каждый здесь герой. И порою никуда не надо нам идти. Рядом вот залив, чуть дальше KFC. Ну а плюсом ко всему здесь все живут мои друзья. Мы с ними на битах летим, чтоб ярко засиять. Эй, эй, мы с Новым годом поздравляем вас. ЧГПУ, Ван Лав и просто класс. Ты дико флексы с нами в этот час. Под эту песню словно в первый раз. В этот Новый год каждый чудо ждет. Исполнятся мечты, заслужил их ты. И знай, что Новый год счастье принесет. Верьте в доброту. Чебок Старый. Ну вот, это был наш первый опыт. И мне кажется, что получилось очень хорошо. Это было очень круто. Вот я пока смотрел, у меня прям сердце восполнялось новогодним настроением. Это было очень классно, молодцы. Ну а теперь, мне кажется, на этой ноте пора переходить к нашим новостям. В завершении 2018 года были объявлены победители авторитетного конкурса, объявленного в рамках года добровольца Всероссийским добровольным пожарным обществом. Награды Всероссийского добровольного пожарного общества были вручены в восьми номинациях. По итогам конкурса «Добровольная пожарная дружина» Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева заняло третье место в номинации «Лучшая добровольная пожарная дружина» и награждена почетной грамотой Всероссийского добровольного пожарного общества. Студент факультета истории, управления и права Дмитрий Ермолаев стал серебряным призером Всероссийского турнира по стрельбе из лука по дисциплине «Блочный лук». Соревнования проходили в Рыбинске, Ярославской области и собрали около 400 участников со всей страны. Команда мужчин-блочников Ермолаев-Дмитрий, Бакасов-Ренат, Кравченко-Роман заняли третье место, чем мы ребят поздравляем и желаем их дальнейших удачи. 25 декабря 2018 года глава Чувашии Михаил Игнатьев вручил ректору ЧГПУ имени Яковлева, депутату Государственного совета Чувашской республики Владимиру Иванову благодарность президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава государства поблагодарил Владимира Иванова за активное участие в общественно-политической жизни российского общества. Я думаю, можно гордиться, что у нашего вуза есть такой замечательный ректор. Я тоже так считаю. Четыре медали завоевали спортсмены ЧГПУ имени Яковлева на открытом чемпионате Чувашской республики по армрестлингу. Соревнования прошли с участием представителей Москвы и Московской области, Республики Мариэл, Нижегородской и Песенской областей. Золотую медаль весовой категории 55 кг завоевал Кирилл Семенов, студент второго курса факультета физической культуры. Бронзовую медаль удостоился Айк Мартиросян, студент второго курса физико-математического факультета в категории 75 кг. В группе женщин серебро и бронзу в категории 65 кг разделили первокурсницы Диана Трофимова, студентка факультета Чувашской русской филологии, и Екатерина Дронина, студентка факультета дошкольной и коррекционной педагогики и психологии. По итогам чемпионата все четверо вошли в состав сборной команды Республики на 2019 год. Студенты ЧГПУ стали стипендиантами президента и правительства Российской Федерации. Стипендии президента России на 2018-2019 учебный год назначены Анисимовой Анастасии, Лукиной Анастасии, Чигаровой Наталье. Стипендию правительства Российской Федерации в 2018-2019 учебном году будет получать Вахитова Диляра, Иванова Алифтина, Лукина Анастасия, Петрова Анна, Шернина Наталья. Молодцы наши студенты. 29 декабря министр спорта России Павел Колобков подписал приказ о присвоении спортивного звания мастер спорта России, согласно которому ряды мастеров спорта страны пополнили сразу 16 спортсменов Чувашии по 8 видам спорта. Среди них студенты факультета физической культуры ЧГПУ имени Яковлева, Михаил Николаев и Полина Норкина в танцевальном спорте и Эдуард Тябов. Он у нас занимается кё... Кёкусенка, это карате. Это карате, вы что? А в первый день Нового года Надежда Александровна Рунгаш, преподаватель факультета иностранных языков ЧГПУ, стала обладательницей бронзовой медали новогоднего ультрамарафона «Самоопределение». Внимание! За 24 часа она преодолела дистанцию 112 километров 750 метров. Соревнования проходили в Смоленске. Поздравляем Надежду и пробежать 112 километров. Я думаю, это одна из самых удивительных новостей на сегодняшний вечер. Потому что в армии километраж 20 километров. Ну, марш-бросок. А здесь Надежда пробежала 112 километров. Это уму непостижимо. Даже не представляю. Даже не представляю. Действительно. Молодец. Так что Надежда истинный боец спецназа. Итак, у нас прошли новогодние каникулы, все праздники. У нас вновь начинается сессия, зачеты. Самый сложный и волнительный период для всех студентов. И у всех студентов есть свои секреты и приметы. Вот, допустим. Не мыться перед экзаменом. Все знают, что за день до экзаменов студенты не моют голову. Объяснение простое. Знания напросто смываются вместе с шампунем. А прогульщики и двоечники, чтобы замыслить удачу, перестают мыться вообще. Аналогичный примет и насчет стрижки волос и ногтей. Преподаватель может не узнать вас в новом обличье и не поверить, что вы сидели на его лекциях. Нельзя менять одежду. Считается, что если какая-то одежда принесла удачу на первом экзамене, надо одеваться также всю сессию. Если ты встретишь толпу нечесанных, бородатых и не слишком свежих студентов, не пугайся. Скорее всего, ребята спешат на экзамен. Пожелаем удачи. Вот ты веришь сам в эту примету? Честно говоря, не верю. Вот не мыться перед экзаменом, ну, представим, как это происходит. Приходит студент, он весь не мыт, и он неприятно пахнет, и учитель просто говорит, все, я ставлю вам зачет, лишь вы уходите. Вот, я думаю, только так это может сработать. Ну, а что, у меня на примете есть следующая примета, и она называется правило «левый». Она заключается в следующем. В день экзамена надо обязательно все делать левой рукой и левой ногой. Встать с левой ноги, чистить зубы и завтракать тоже с левой рукой. А в общественном транспорте и аудиторию заходить с левой ногой. Тянуть билет тоже только левой рукой. Объясняют эту странную примету так. С левой стороны располагается сердце, а сердце чувствуют. Бывалые студенты рекомендуют подписать нужную руку, чтобы не забыть. Мне кажется, я воспользуюсь этой приметой, и билет я буду тянуть именно левой рукой. Воспользуешься? Серьезно? Вот представь, ты весь день будешь делать все левой рукой. Писать левой рукой, чистить зубы. Писать нет, я вот именно билет только вытяну левой. Интересно. Посмотрим, поможет мне эта примета. Потому что это нереально, весь день только левой рукой все делать. Ну вот, допустим, у меня, вот видишь, есть вот такой кулончик в виде волка. Да, действительно, волк. Это мой талисман. Обычно я на экзамен всегда его ношу. А почему именно волк? Ну, это мое тотемное животное. Вот, и я всегда его ношу на все экзамены, зачеты, и она мне всегда помогает. Вот, так что многие студенты используют различные талисманы. Вот как, допустим, этот браслет в виде волка. Ну что, а я знаю еще одну примету. Называется она «Отличник, иди сюда». И заключается она в следующем. По этой примете следует дотронуться до человека, который только что сдал экзамен на «Отлично». Возможно, тогда и двоечнику помогут остатки положительной энергии, которая еще не успела испариться, и принесет именно следующему человеку, отвечающему на вопрос. В общем, всегда подсаживайтесь к «Отличникам», они помогут. А самое главное, дотронуться нужно до него. Обязательно. А вот подсмотреть нельзя, вот что он там написал. Ах, да, традициями исполнится, конечно, конечно. Ну вот есть еще вот такие приметы, например, называется «Счастливый билет». Следует вытягивать не первый попавшийся билет, а конкретный. Это может быть лежащий на столе третий, пятый, седьмой или девятый по счету листок. Эти цифры считаются на экзамене особенно счастливыми. Ну, любители риска могут вытянуть и тринадцатый. Вот, допустим, Аня, у тебя какое любимое число, которое наверняка у тебя есть? Ну, наверное, три. Три? Да. Магическая цифра три? Да. Ну, на самом деле, наверное, вот, я не могу так точно сказать, нет, наверное, вот, прям такого вот магического числа. Хорошо. Если я не буду знать, какой по счету убирать билет, я буду вытягивать их левой рукой, да. Может, поможет. Левая рука, да-да-да. А еще у меня есть вот такая вот интересная примета, называется она халява приди. Это целый ритуал, которым пользовался каждый студент. Ну, лично я им не пользовалась. Я тоже не пользовался. Заключается она в следующем. В ночь перед днем испытания студенты высовывают свои зачетки или конспекты лекции в форточку и зовут халява приди. После чего надо сразу захлопнуть и не открывать зачетку до самого экзамена, иначе халява-то убежит. Так сделать, чтобы из всех распахнутых в ночи зачеток капризная халява выбрала именно твою. Особо недоверчивые студенты принимают ее бутербродами, приманивают конфетами, чтобы она выбрала именно их. Но если ты отлично знаешь свой предмет, то мне кажется, тебе не обязательно высовывать форточку в свои зачетки. Вот именно. Потому что вот у нас был случай, когда я живу в общежитии, я пытался уснуть ночью, и кто-то кричал халява приди. Я очень не любил таких людей просто, которые мешают спать. Ну, может быть, кому-то это помогает. Мне кажется, именно вот в общежитиях царит такое. Я думаю, ты знаешь, помогает чисто психологическому уровню. Ну, типа, если... Главное, не бойся. Да, самовнушение. Да, самовнушение, правильно. Ну, есть еще парочка суеверий. Перед экзаменами нельзя оставлять открытыми конспекты, чтобы не забылось то, что успел выучить. Или надо положить под подушку на ночь учебник по тому предмету, который наутро предстоит сдать. Порой студенты просят ругать их в то время, когда идет экзамен. Мы считаем, что приметы нужно сочетать с соответственной подготовкой к сессии. Тогда они точно сработают. И не стоит слепо доверять удачу. Ну, а я все-таки хочу пожелать всем ни пуха, ни пера, ни двойки, ни кола. Правильно. Но лучше всего, не всегда правильно, доверять всяким приметам, а лучше... Учить. Всю ночь, да, учить данный материал к экзамену готовиться. Да. На то мы и студенты. Ну, конечно. А ты заметила, кстати, что у нас сегодня были чисто спортивные новости. Да, мне кажется, сегодня выпуск как никогда посвящен спорту. Ну, начало года. И мне кажется, это здорово, что мы начинаем со здорового образа жизни, потому что все основывается на здоровом образе. Очень верно подмечено. И, знаешь, я еще заметил такую вещь. У нас в университете очень много, на самом деле, спортивных людей. И не только. Не только. С факультета физической культуры. Правильно, правильно. Вот я помню, в прошлом, мол, город, я участвовал на тех спортивных соревнованиях. Там были подтягивания на скорость, экстремальные бега, где я участвовал. И наш университет занял очень много призовых мест. Так что мы очень даже спортивный университет, очень спортивный вуз. А я, в свою очередь, могу сказать, что в новогодние праздники я не только отдыхала и ела. Да. Да что ты. А что ты делала спортивного? Приводила себя в форму. Я каталась на коньках, я каталась на ватрушках. Там, знаешь, целое препятствие нужно пройти, чтобы подняться на горку с ватрушкой. Представляете себе, не объедалась оливье, не сидела дома. Нет, нет, нет. Молодецкая. Первые пять дней объедалась, а потом уже пошла сбрасывать. А потом устраивала себя в форму. Да. Ну, а я зимой, во время новогодних каникул, занимался спортивной рыбалкой. Мы с другом шли через лес, шли по всей Волге. И шли очень много. У нас получилось такое соревнование, мероприятие снежное. Ты дойди до места рыбалки и просиди там весь день. У меня вот такой спорт был. Спортивная ловля рыбы. Тоже неплохой спорт. Ну что? Конечно. А вообще я хочу вот у тебя спросить, а какой вид спорта тебе больше всего нравится? Ну, мне как мужчине нравится там что-то связанное с рукопашным боем. Я раньше занимался боксом, хотя по мне не видно, конечно, но было дело. И поэтому мне нравится различная борьба, карате и что-то в этом роде. Ну и в частности, очень интересное боевое искусство, которым владеет наш президент, это самбо. Тоже очень интересное. Кстати, про самбо. Мне кажется, у нас есть новости. Кстати говоря, да, мы же как раз побывали в школе самбо. И там побывал наш корреспондент Евгений и получил мастер-класс от истинных мастеров спорта по боевому самбо. Давайте же посмотрим, как это было. Всем привет. Сегодня мы находимся в школе самбо. Со мной Саша и Наташа. Они будут обучать меня мастерству самбо. Итак, приступим. Привет. Привет. Ну что, ты готов? Ну да. С тобой сегодня будет заниматься Наташа. Она является победителем и приземом международных соревнований. Член сборной команды России. И она тебе сегодня покажет наши элементы борьбы с самбо. Поехали. Для начала мы оденем самбовку. После правильно научимся завязывать пояс. И затем приступим к разминке. Мы готовы. Что-то мне сегодня страшно. Я в замешательстве. Я не знаю, что мне сейчас будет со мной делать. Ну что, приступим к разминке? Не думал, что я так сильно устану после разминки. Не знаю, что будет дальше. Теперь приступим к изучению базовых элементов самбо. Хорошо. Поехали. Мне очень нравится. Но почему-то мне хочется идти домой. Сейчас будут броски. Меня Наташа будет бросать. Все. Теперь точно пока. До свидания. Ребята, записывайтесь в самбо. Я сам буду заниматься у Саши и у Наташи. Я не знаю, как я буду заниматься. Буду смотреть на них просто, как они занимаются. И все. Мне хватит. Мне больше ничего не надо. Так что записывайтесь. До встречи. Всем. 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 И снова здравствуйте, дорогие телезрители. С вами программа День студента. И во время рекламной паузы к нам присоединились наши гости. Члены сборной России по самбо и призеры множества международных соревнований. Александр Федоров и Наталья Степанова. Привет, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, ребят. Нам очень интересно узнать, как же вы пришли к самбо. Почему именно этот вид спорта? Давайте знакомимся с вами поближе. С чего все началось? С чего с самого начала шел ваш спортивный путь жизненный? Давайте начну я. Ну, для начала вот с чего начинается набор у нас. Приходят в школу, рекламируют наш вид спорта. Мы как бы, нам понравилось, заинтересовали. Мы с друзьями собрались, пошли попробовать. Попробовали, вроде все нравится, но кто-то уходит, кто-то остается. И вот я как бы, мне понравилось. Как обычно бывает, ты пришел с друзьями, друзья ушли, а сильнейшие остаются. Получилось так. Потому что я остался заниматься и в спорте продолжаю заниматься. Это минус спорта. Наташа, а как ты попала в этот не женский совсем спорт? У меня, наверное, такая же ситуация. К нам в школу пришли с показательным выступлением. Что такое самбо, мне понравилось. Мы тоже все с девочками пошли на самбо. Первое время игровые тренировки, все это нравится. Потом как-то затянуло. И сейчас я профессионально. Остались самые стойкие, да? Девочки, наверное, тоже бросили. Осталась одна. А со скольки лет вы начали заниматься? Да, я начала заниматься четвертого класса. А ты, Саш? Я с девяти лет. С третьего класса. То есть довольно-таки прям вот с ранних лет, да, вы начали заниматься? Ну, а по-другому никак. Это такой вид спорта надо с раннего возраста начинать. Потому что 14 лет уже смысла нет. Нужно укреплять свои, ну, кости, связки, с малого возраста. То есть вы сами выбрали свое направление, да? Обычно отец или кто-то старший ведет тебя в секцию, и ты смотришь на все это, и начинаешь заниматься. То есть вы к этому пришли уже чисто сами, самостоятельно, верно? У меня, например, мама даже не знала то, что я занимаюсь самбо. Она была, даже когда узнала, была против этого. Потому что это не женский вид спорта. А сейчас она уже... А сейчас она гордится то, что я выбрала этот парт. А у тебя, то есть ты уже самостоятельно? Ну, да, мы самостоятельно с друзьями пошли, покуркались, попробовали, побросали. Изначально ты не поймешь, что нравится, не нравится. Вначале просто идешь совсем вместе. Можно пробовать. Да, потом уже понимаю с возрастом, что на самом деле твой вид спорта. Ну, расскажите про свои награды. Куда вы ездили? Какие у вас есть самые запоминающиеся, может, соревнования? Ну, мы, конечно, многие города ездили. Скажу, конечно, про страны. Ездили на... В Испанию недавно ездили. В Сербию. В Румынию ездил. В Грузии был. И где больше всего понравилось? Ну, если честно, за границей везде хорошо. Ну, грузинская кухня мне больше понравилась. То есть вы прям знакомились и с кухней, и с какими-то обычаями народа, да? Ну, да, конечно. Время соревнований у нас есть свободное время. На экскурсии, там, поездки, просмотры, всякие достопримечательности. Мы их всегда смотрим. Если не ошибаюсь, Грузия – это родина подобного вида спорта, верно? То есть борьба, самбо? Ну, не совсем самбо, но борьба, да. У них эмоциональный вид спорта, поэтому они очень развивают этот вид борьбы. Ну, и самый, конечно, очень хорошо развитый. То есть у тебя был спарринг, верно? Да, конечно. С тамошними спортсменами? Конечно, спарринг – очень такие серьезные соперники. И уровень, наверное, большой. То есть с людьми, которые всегда бегут. Ты привез Грузии награду, самое главное. Да, с Грузии я привез бронзовую медаль. Я там был на международных соревнованиях. И вот стал к этим развивать. Наташа, а какие у тебя? У меня, наверное, в Румынии самая запоминающая мне страна. Потому что я на первенстве в мире заняла первое место. Была самая запоминающая, наверное, того, что… В общем, самые яркие эмоции связаны с Румынией, да. Ребят, расскажите нам, пожалуйста, вот, получается, награды вы привозите. Столько времени ведь уходит на тренировки, на соревнования. Вообще у вас есть свободное время? И как вы вообще распоряжаетесь, да, своим свободным временем? Мне кажется, вот с таким количеством тренировок вообще у самбистов нет свободного времени. Ну, это такая, получается, у нас спортивная жизнь. То есть, если мы выбрали такой путь, мы живем с этим. Тренируемся два раза в день. У нас выходной – это в субботу. Ну, проводим с семьей, куда-нибудь выйдем, прогуляем, с друзьями встретимся. Ну, такая жизнь у нас, и мы привыкли к этому. То есть, вы никогда не сидите на одном месте. Это жизнь, вечное движение, 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 да. И спорт не мешает, например, личной жизни. Как вы это все соотносите? Ну, конечно, стараемся мы все совмещать, чтобы и семье время уделять, и спорту время уделять. Ну, пока вроде справляемся. А вот… А как вы готовитесь к соревнованиям? Готовимся к соревнованиям. Мы… Ну, к серьезным соревнованиям мы готовимся за месяц. Вначале у нас нагрузочные сватки, нагрузочные тренировки. Затем у нас восстановительные тренировки. Также у нас в спорте весовые категории у каждой своей есть. Мы готовим свой вес к соревнованиям. Поэтому у нас так поэтапно проходит подготовка. А своих детей потом вы тоже будете тренировать самбо? Или уже они сами решат, куда и как? Ну, вообще, наверное, если мальчика, то можно отдать самбо. А девочку я бы не хотела отдавать самбо. Зная себя, как это… Тяжело. Нелегко гонять вес, например, держать этот вес постоянно. Я бы не отдала. Раз уж зашла тема о такой вот насущной проблеме, мне кажется, для всех девушек. Какая вот диета должна быть? Что нужно есть? Наверное, там какой-то рацион определенный, да? Ну, вообще, да. Получается, за две недели я исключаю мучное. Вообще булочек не ешь? Вообще булочки. Что-то сладкое там. Нет, хлеб исключаешь. Мимо кондитерских проходишь, наверное, прям только запах чувствуется. Потом за неделю больше булка, наверное, употребляешь. И так подгоняешь свой вес. То есть спортивное питание все-таки это очень важно. Перецельное питание. Ну, вот глядя на хитрую улыбку у Александра, я думаю, что он позволяет себе иногда из булочки. Сходить в пекарню. Конечно, а как без этого? Когда во время отдыха, когда нет таких серьезных стартов, конечно, мы же все люди как бы питаемся так же, как и все. То есть в Грузии все-таки попробовал хочек? Естественно, конечно. Национальное блюдо, все попробовал. Без этого никуда, да? Ну, сейчас, наверное, мы про тренеров ваших спросим. Кто ваши тренеры? Расскажите нам поподробнее о них. Может быть, первые тренера, с кем вы начинали? Да, кто ваш первый учитель, как говорится? Вы ведь наверняка помните, кто вас обучал, когда вы маленькими еще пришли к залу. Ну да, сначала, с 9 лет, получается, у меня был первый тренер, это Осипов Дмитрий Николаевич. Он нас тренировал довольно-таки долго, ну, лет до, ну, на протяжении 7 лет. Вот с этого все началось, первые соревнования, международные соревнования первые. Затем мы перешли во взрослую группу тренировочную, там уже у нас тренирует другой главный тренер у нас, Пегас Сергей Вячеславович и Малов Сергей Александрович, тоже заслуженный тренера Чувашской республики, тренирует нас и готовит на международные старты. А сами, ребята, вы планируете становиться в будущем тренерами? Ну, у меня уже есть группа, я как бы тренирую, совмещаю тоже свободное время. У меня немного групп, две группы детей, ну, тренируются, бегают. То есть вы уже стали тоже наставником, да, неким сенсеем для молодого поколения спортсменов? Ну, начинаю, да. Не совсем полностью в работу ушел, но начинаю потихонечку совмещаю. Талантливых ребят видно сразу или это потом только с опытом? Ну, каких-то можно сразу видеть. Каких-то, я думаю, только позже. Года через три-два. Расскажите о самых таких трудностях, с которыми вам пришлось столкнуться на соревнованиях. Ведь все-таки есть, наверное, такое? Да, наверное, психологически настроиться на международные соревнования какие-либо. Там волнение, когда... Чувствуете груз, да, на себе? Когда вокруг тебя только сборная России, а там другие, ну, странно получается. Все на тебя смотрят, ты в центре зала, один на один с соперником. Это... Ну, мне кажется, это минутная слабость, волнение вот это вот. А потом, мне кажется, когда вы уже настраиваетесь на работу вашу, то волнение сразу уходит. Может быть, у вас есть какие-то секреты, чтобы... Ну, какая-то традиция обязательно перед тем, как выйти на бой. Ну, разные традиции. Приметы, может, у вас есть какие-то? Ну, на самом деле, у меня особо таких нет приметов. Просто главное настроиться. Если ты тренированный человек, ты как бы уверен в себе, поэтому ты уходишь уже уверенно выигрывать в сватку. Если, конечно, ты не уверен, там, что-то пропустил, какую-то тренировку, там, или что-то не так сделал, да, уже неуверенность появляется. И психологический настрой, конечно, падает. Был ли хоть один бой, где вы не боялись, вот, с уверенностью вышли и знали, что вот победить? Или никогда... Вот, посмотрели на противника, и вы уже думаете, так, я его смогу победить. Или такого нет? Или вы никогда не знаете, чего ожидать от противника? У меня такого не было, наверное. У меня все равно, если даже... Ну, конечно, мы всех соперников как бы не раз видели, не раз встречались с ними. Мы видим, что, как они начинают сватку, да, мы готовимся под некоторых соперников. И, как бы, выходим, уже знаем, уже готовы полностью на победу. Спорт – это ведь не всегда победа, бывают и поражения. Как вы справляетесь с поражениями? Как вы, вот, принимаете это, мне кажется? Ну, говорят же, спорт, как бы, спорт не бывает без падения, без поражения, поэтому это нормально, это спорт. То есть вы учитесь на своих ошибках, проделываете какие-то определенные выводы и идете дальше. Да, конечно. Здорово. А кто для вас вообще кумир является? Есть вот такое вот... Например, я вот когда в детстве, ну, и любила петь, и для меня прям Дима Билан – это прям, ну, вот, что-то было. Я прям... У меня плакаты дома висели. У вас тоже вот такая вот история плакаты каких-то саммистов? Ну, раньше в детстве, да, вешали плакаты, там, всяких мастеров, заслуженных мастеров спорта. Ну, вообще сейчас, наверное, вы знаете, Хабиб Нурмагомедов, он, на самом деле, тоже занимался самбо. И вот сейчас, получается, как развивает это, показывает собой, вот, на самом деле, что такое спорт. И дает большое развитие спорта. Вот он, на самом деле, большой кумир для всех, мне кажется. Я думаю, вы тоже скоро, рано или поздно, станете кумирами для молодого подрастающего поколения, которые хотят заниматься спортом. Вот, глядя на вас, я даже как-то вдохновляюсь, потому что я раньше занимался боксом, а потом забросил. И вот смотрю на истинных спортсменов, которые занимаются этим всю жизнь, это реально так здорово и интересно. То есть это очень вдохновляюще, скажу я вам. Мне кажется, у него еще не все потеряно, возьмешь уже его, да, к себе, если что. Конечно. Главное, ставить перед собой цели и идти к ним. Да, кстати, вот вы занимались с ранних лет, а вот, допустим, если я вот такого делосложения пойду заниматься самбо, я смогу добьюсь чего-нибудь или с первого раза так ничего не скажешь? Да, конечно, добьешься, почему нет. Это все уже тренировки, все зависит от тренировок, как ты будешь посещать их, и все получится. То есть от собственного духа, от желания. Да, конечно, от желания, все зависит от желания. Леш, мне кажется, пора переходить к нашему проверке. Да, к нашей игре. Вот не зря Аня напомнила про тренеров, про ваших кумиров, и сейчас мы с вами проведем некую игру. Мы будем показывать вам фотографию. Мне кажется, вы всех самбистов знаете. Ну, мы надеемся. Поэтому вам не составит труда отгадать, кто же это. Смотрите, здесь, то есть, не видно лица, и по телу вам нужно угадать, кто же это. Ну, или хотя бы предположить, может быть. Я, да? Как ты думал? Ну, вместе можете обдумать. Судя по телосложению, это одиннадцатикратный чемпион мира Мурат Хасанов. Да, ты прав. Он угадал. Вот что значит настоящий спортсмен и правда. Он, на самом деле, очень титулованный такой спортсмен, заслуженный мастер спорта. И таких очень мало, одиннадцатикратный чемпион мира в тяжелом весе. Он больше 100 килограмм весит, даже 120. А вес очень важную роль играет, да, в бою? Да, у нас под весовой категорией, по весовым категориям. Ну что, так легко справились? Дальше. Дальше. Вот это вот. Говорит вам о чем-нибудь? Говорит ты. Ну, на самом деле, это вы должны знать, этого человека. Я думаю, да, это Федор Емельяненко, мне кажется. Да. Мы, кстати, вот говоря, когда готовились к эфиру, мы сомневались и думали, что... Ну, его большинство, мне кажется, знает как не самбиста, а как борца. Нет, самбисты его знают как самбисты, на самом деле. Ну, в первую очередь, да, Емельяненко... Потому что на массе спорта тоже по самбо, и много он отдал самбо. То есть в свое время он занимался и боевым самбо, и вот ушел. В бои М1, честно, там уступает до сих пор, в своем возрасте он до сих пор. А вот, допустим, Емельяненко и самбо перешел в смешанное единоборство. Думаете ли вы, были ли у вас мысли в голове, такие тоже ПНТ, куда-нибудь на подобный уровень, может быть, даже на мировой? Наверняка что-то было такое на душе. Ну, об этих боях пока мысли нет, конечно. Пока надо свою карьеру продолжать в этом же виде. И пока не хочется туда еще. Так, следующее. Наташа, ты должна угадать? Это я. Да, правильно, это ты. Мы подготовились, я же говорю, видишь. Нашли твою фотографию. Ну, давай, расскажи об этом человеке тоже, ты о всех знаешь. Да, и нам будет интересно узнать. Степана у Натальи. Мася, спорт России по самбо. Побитель первенства. Мира, призер первенства мира. Призер Кубка Европы этого года. Ну, получается, 18-го года. Судент, ЧГПО. И просто хороший человек. Просто хороший человек. Так, Леша, давай помогай. Ну, вот, если не угадаете, вам будет не сомнист. На самом деле, он и мастер спорта, и дзюдо, и самбо. Дадим маленькую подсказку. Как ты думаешь? Как граждане Российской Федерации. Владимир Владимирович, что ли, у нас? Да, 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 да. Самый известный спортсмен у нас в стране. Вот он. И, кстати говоря, Владимир Путин получил еще в 73-м году мастера спорта. По самбо. По самбо. Что же мы узнаем? А вот это вот. Кто же? Кто же? Кто же это? Кто же? Наташа, угадаешь? Я не буду подсказывать. Мы тоже не будем подсказывать. Угадаешь, Наташа? Да. Это очень сложный вопрос. Очень сложный человек. Этот человек сидит здесь. Среди нас. Это слишком подсказка большая. Ну ладно, мы же девочки, нам можно. Это Федоров Александр. Правильно. Да, это я сейчас сразу узнал. Кстати, можете сказать, что за момент здесь запечатленных фотографий? Это мы показывали показательное выступление, получается, на улице детям. Это уже на стадионе «Энергия». Вы устраиваете какие-то лагеря для детей, да? Нет, это также для отбора, для рекламы нашего спорта, привлечения для детей. Мы показываем такую небольшую сценку, показательное выступление. То есть вы ездите и по школам, по детским лагерям, верно? Да, конечно, в начале года, в сентябре мы начинаем. То есть вы только по Чебоксарам? Или вы езжаете еще куда-то в районы, может быть? По Чебоксарам. В районах у нас есть свои школы другие, тоже санбисты там тренируются. И туда вы тоже ездите? Мы не ездим, там свои тоже. У них есть спортсмены, они сами ездят. Дальше. Я смотрю все, у них нет вариантов. Это, наверное, Ирина Родина? Да. Что-то там? Честно, мы не подсказывали, честно-честно, мы не показывали им до этого. Когда мы искали материал, вот распечатывали, я такой думал, а это кто? А это кто? Я ни разу в жизни не видел. Это мастер спорта по самбо и дзюдо. Тренер дзюдо. Очень высокий спортсмен, с результатами своими, очень славится своими достижениями. Чемпион мира на самбо. И вы чемпион по угадыванию фотографий. Ну и вот эту вот фотографию вы, наверное, ребята должны знать правильно. Это вы. Но мы думали, что вы не угадаете. Потому что вы в другой одежде. Вы здесь, видимо, на награждение, да? Да. Это мы, да, университет. Как раз-таки мы недавно приехали. Мы были в Сербии, там проводился Кубок мира студенческий. Вот, мы туда съездили и привезли одну золотую и одну серебряную медаль. Вот, это мы присутствуем в университете, нас награждают. Здорово. Ну что, наши ребята оказались подготовлены. Очень шумными даже. Очень здорово. Все угадали. Ну что, ребят, у меня еще такой вопрос. Что вообще для вас самбо? Самбо – это жизнь. Это образ жизни. Ну, самбо дает... Часть вас, наверное, продолжает. Путев к какой-то жизни. Цели, вот эти все. Чему хочется жить, для чего. То есть дает определенный смысл жизни. Все, да. Что бы вы посоветовали начинающим спортсменам, борцам, сабистам в том числе? Какое бы вот напутственное слово. Ну, хотелось бы сказать, чтобы дети все-таки нашли свое, свой вид спорта. Не сидели просто так. Не обязательно самбо. Любой вид спорта. Чтобы занимались. Даже выйти на улицу там, пробежаться или на повеседневом турнике. Большой будет плюс для них. И кто занимается спортом, хочет еще достигнуть, ставить перед собой цель одну и идти к ней. Всегда, старание всегда принесет результат. Какой бы он ни был, всегда будет результат. Ну, и, конечно же, в завершении, наверное, хочется поблагодарить наших ребят. Спасибо вам. Спасибо, что пришли. И у нас в гостях, я даже не ожидал, чемпионы мира. Подчеркну это. И, честно, мне большая честь сидеть с вами и брать у вас интервью. И очень интересно узнать про спортивные личности. Можете воспользоваться нашим эфирным временем и пригласить, может, еще ребят, которые не знают, чем заняться. Да, конечно, ребят. У нас всегда двери открыты. Школа самбо у нас находится по улице Ленинградская, 32. Все желающие, приходите. Набор у нас проводится с 9 лет. Также у нас занимаются и девочки, и мальчики. Поэтому всех ждем. Приходите. А если вот не дети, а взрослые придут, тоже возьмете и будете заниматься? Ну, для взрослых у нас тоже есть отдельная группа, да, они тренируются. У нас здравительная группа для себя. Они изучают какие-то вот свои... Так что, Леша, пойдем записываться. Не все потеряно. Не все потеряно. Ждите. Обязательно. Вступим тоже в ваши ряды. Приходите. Может, и мы. Обязательно. Начнем заниматься. В форме будем держать себя. Да, точно. И тем более, это понадобится на улице, в подвороне. Вдруг там кто-то тебя остановит, а ты раз, и все, уже опыт будет. Самооборона, да? Да, да, да. Даже правильно упасть. Вот даже зимой вот скользко. И это мы тоже. Даже вы этому научитесь, да. Чтобы не сломать там руку или что-нибудь. Чтобы смущить падение. Даже это поможет. Это целая наука. Я думаю, таскать маты с собой, наверное, нужно будет везде, чтобы мягко... Ну, тренировка будет уже начинаться по скользящим матам. Ну что, ребят, спасибо вам большое. Мне кажется, у нас получилась очень такая хорошая атмосфера. Спасибо вам за ваш опыт. Спасибо за большое. Желаю вам удачи. Дальнейших вам побед. Покорите там. Достойно защищайте нашу честь. Честь вуза, прежде всего. Ну и будем, наверное, прощаться с нашими телевизорами. Обязательно спасибо, что вы пришли к нам. И мы придем к вам обязательно на тренировку. Мы будем подать вас. Спасибо большое. Ну а с вами был Чувашский государственный педагогический университет имени Ивана Яковлевича Яковлева. И ее ведущая, очаровательная Анна. Обаятельный Алексей. И наши гости. До новых встреч. В следующем эфире встретимся.